вы смотрите ртв и программа что это было меня зовут юрий кукин и сегодня говорим с директором центра военно-экономических исследований института мировой военной экономики и стратегии неуше прохором тебиным прохор здравствуйте добрый день начну пожалуй вот с главной новости сегодняшнего дня которая появилась это высылка британских дипломатов которых насколько я понимаю российские спецслужбы считают шпионами вот если уже какие-то подробности и не знаете ли вы как в принципе происходит по подобные подобные операции на чем основываются в данном случае спецслужбы российские но не секретом что все государства ведут разведывательную деятельность зачастую достаточно активную в последние годы между россией и западом такая развед деятельность она интенсифицируется и обычно стремятся соблюдать скажем так правила хорошего тона но в последние годы на фоне всех известных событий опосредованного конфликта россии западом ситуация усугубляется тем не менее все равно как бы стараются соблюсти хороший тон но это к сожалению у наших западных коллег далеко не всегда получается и сейчас вот спецслужбы россии решили пойти вот на такой шаг чтобы послать очередной сигнал западным столицам относительно рисков ожесточения нашего опосредованного конфликта и возможные дальнейшие эскалации ну то есть это сигнал собственно то что это очередной шаг этой эскалации да и вот одни из меры которые принимает российская сторона видимо в ответ на какие-то заявления со стороны запада или нет ну тут я бы не стал гадать но я думаю что тут и эта мера на действия запада и заявления так и следствие какой-то оперативной работы наших специальных служб детали которые возможно как бы и не появятся в этом смысле интересно просто на время им место понятно место данном случае это россия высылка дипломатов а вот время интересно почему именно сейчас это происходит потому что как мы видим сегодня должна быть должна состояться встреча между премьер-министром великобритании киром стармером и президентом сша джо байденом вчера и в принципе на этой неделе был визит госсекретаря сша энтони блинкина и соответственно министр иностранных дел дэвида лэмми министр иностранных дел великобритании имеют ввиду дэвида лэмми в киев и сейчас активно идут разговоры о том что сша и великобритания могут разрешить украине применить дальнобойное оружие нато которое они поставляют собственно киеву по территории россии это играет свою роль в решении спецслужб выслать дипломатов из россии это я думаю несомненно играет свою роль любое решение принимается на основе комплекса данных и предпосылок но я не думаю что это единственное соображение и сейчас понятное дело данная тема особенно активно обсуждается но она началась не вчера и не неделю назад этот процесс уже длится довольно долго да но реакция на этот процесс она поступает именно сейчас и собственно активизировалась именно сейчас и поэтому естественно эти события можно рассматривать как некий катализатор или опять же все дело в комплексе и просто ну так совпал я думаю что скорее все дело в комплексе не так совпало это наверное точно но скорее это комплексная проблема давайте о собственно тогда как раз вот этих ограничениях на использование дальнобойного оружия по территории россии поговорим разные сейчас версии есть снимут эти ограничения западные страны или нет сегодня как ожидается вот будет эта встреча и собственно газета guardian со ссылкой на источники в правительстве британии писала что ну по факту уже решение это было принято звук как минимум британским правительством но к этому решению склоняются и американцы при этом другие источники этом газеты bloomberg например они заявляли да что раньше генассамблеи оон то есть раньше конца сентября точно никто этот вопрос решать не будет никаких заявлений не будет до сегодня и старым мир собственно об этом сказал что ничего мы пока такого делать не планируем вы как думаете это очередная политическая игра повышение ставок или действительно сможет запад пойти на этот шаг запад несомненно может пойти на этот шаг и я думаю что в среднесрочной перспективе он так или иначе на него пойдет если мы посмотрим на историю текущего конфликта то мы наблюдаем со стороны запада весьма целенаправленную последовательную временами откровенную но в то же время такую достаточно осторожную и с определенными нюансами но поступательную целенаправленную стратегию эскалации то есть это было и с танками и с дальнобойными системами и с истребителями и сейчас вот с нанесением ударов по скажем так старой территории российской федерации международно признаны да да заявление запада опять же вот сообщение в сми это частью большой компании и это же самое мы наблюдали на всех предыдущих этапах в конце концов как бы никаких реальных преград запад для себя не видит и единственное что его сдерживает это исключительно опасение относительно реальной эскалации со стороны россии почему сейчас тогда опять же на градус так сказать повышен то есть если исходить из ваших слов либо этой эскалации перестали бояться либо они и вовсе не ждут ее не то чтобы перестали бояться но скажем так если смотреть на ситуацию последних нескольких месяцев то это мое личное мнение оно может быть неверным снижался в определенной степени градус со стороны запада где-то условно в мае июне но потом вновь начал нарастать произошла операция украины наступление в курской области которая как бы имелась и и минутный существенный успех медийный но при этом не принесла никаких значимых результатов стратегических военно-стратегических сейчас как бы наблюдая то что происходит на фронте видно что как бы ситуация для украины в лучшую сторону не изменилась все вернулось на круги своя и нужен определенный какой-то новый скажем так новое топливо для поддержания и медийного и военного движения в одну или другую сторону украинских войск и соответственно вот вновь поднялся вот этот вопрос российская федерация в свою очередь посылает сигналы и это опять же тоже началось не вчера и неделю не неделю назад сигналы относительно того чтобы запад сдержал умерила в идеале прекратил военную поддержку украины я правильно понимаю что по вашему мнению вот эти вот либо обещание либо поставки точнее до обещание поставок при точнее еще раз обещание разрешить применять эти дальнобойные ракеты по россии это не более чем медийный шум и фактически ситуацию на поле боя они это никак не поменяет давайте просто объясним вот для зрителей если расскажем что означает применение атакам сав хаймерсов и storm shadow по международно признанным территориям россии а каких территориях тогда это идет речь примерно какие регионы и какие цели могут быть потому что вот мы знаем что да зеленский передал якобы список военных целей блин кину и и собственно основе которого он рассчитывал получить вот это самое разрешение ну давайте посмотрим учитывая дальность данных систем речь идет о приграничных областях российской федерации которые на самом деле так и уже и страдают на протяжении многих месяцев от отдельных системных я бы сказал ударов по гражданской в том числе инфраструктуре со стороны в ссу говорить о том что это только медийный шум ни в коем случае нельзя потому что расширение как бы набора средств в распоряжении в ссу для нанесения ударов по военной и гражданская подчеркну инфраструктуре объекта на территории российской федерации это жертвы разрушения смерть военнослужащих гражданских лиц в том числе детей то есть это не чисто медийный эффект он транслируется в гибель людей нанесения прямого конкретного ущерба в то же время на ситуацию на поле боя на стратегическую обстановку вообще в рамках конфликта решительного эффекта это произвести не может и мы опять же наблюдали было целый ряд предыдущих этапов когда каждая следующая ступенька вверх по предоставлению все более но более серьезных и мощных дальнобойных систем вооружения там от танков до истребителей преподносилась как некая возможность переломить ход боевых действий но и в случае с нанесением дальнобойных ударов западным оружием по российской территории это не поменяет ничего принципиально потому что характер конфликта совершенно иной по своим масштабам по своей продолжительности и идет фактически между двумя государствами на истощение где украина задействуют все свои ресурсы и опирается но практически в большей степени на западную помощь потому что собственные ресурсы и запасы вооружения военной техники по сути иссякли россия же ведет условно в более ограниченном режиме и мобилизирует только отдельную часть своей экономики но собственно прежде всего оборонно-промышленный комплекс на выполнение нужд фронта его российская вот случае если это ограничение будет снято справиться с вот этими хаймерсами атаком сами и storm shadow ну смотрите опять же однозначно ответить на этот вопрос нельзя да справиться конечно но надо понимать что система противовоздушной обороны они во первых никогда не бесконечны ими нельзя прикрыть все ими нельзя сбить все если украинских войск увеличится скажем так качественное и количественно те средства которыми они наносят удары то российской противовоздушной обороне будет необходимо решать новые проблемы новые трудности при этом как бы сбить все повторюсь невозможно но это современные системы но методы противодействия им понятны и собственно как бы против подобных средств современное пво и создавалась а что эффективнее вот эти вот дальнобойные ракеты просто чтобы для понимания опять же простого обывателя потому что мы слышим постоянно сообщение о том что произведен был обстрел обстрел состоял там из ракетного обстрела условно говоря и атаки дронов вот что из этого более эффективно более или какие цели преследуют собственно атака дронов атака ракет более эффективно все в комплексе нужно понимать что конкретные средства поражения это только часть большой системы направленные на достижение каких-то тех или иных военных или политических целей и как бы комплексные удары они предполагают задействование разных носителей воздушных наземных разных средств поражения крылатых ракет баллистических ракет дронов с разных углов с тем чтобы наиболее эффективно во первых ввести в заблуждение своего оппонента и обойти прорвать систему противовоздушной обороны опять же как бы как один из примеров один из возможных вариантов использования когда сначала идет вал сравнительно дешевых многочисленных средств поражения они выявляют объекты противовоздушной обороны отвлекают их перетягивают на себя внимание радиолокационных станций и расчетов после чего уже по наиболее ценным целям наносятся удары более серьезных более высокоточных средств но прошу прощения за сравнение то есть это как я не знаю фехтование есть всякие различные финты для того чтобы потом нанести какой-то конкретный удар имеется ввиду так вот для этого используются какие-то дроны чтобы потом ракета и условно в том числе в том числе да при этом в зависимости от конкретной ситуации набора средств и задачи там может меняться то есть как раз залп условно тех же самых что storm shadow может быть скорее отвлекающим а волна дронов может быть основной а в этом смысле гражданские объекты это всегда побочный эффект который просто случайно попал под удар или это может быть именно целью целью атаки стоит так с другой стороны мы не в любом масштабном конфликте побочный эффект всегда существует но наблюдая за действиями украинских войск можно констатировать что как минимум в приграничных областях россии гражданские объекты зачастую поражаются целенаправленно с какой целью я наверное не хотел бы пускаться в рассуждение но с другой стороны вы такого не наблюдаете скорее нет то есть мы можем говорить об отдельных каких-то как раз эпизодах побочного ущерба но целенаправленного целенаправленных ударов по гражданским лицам мы не наблюдаем то есть есть энергетическая инфраструктура которая работает и на гражданские цели и на военные и по ним удары наносятся системное и на протяжении достаточно длительного времени ну просто из примера условно вчерашнего в сумской области коноток город был атакован 7 жилых домов по это по заявлению опять же говорю в с у местных военных областных администраций тут нужно сделать это уточнение минобороны россии это не комментировала но вот местные военно-областные администрации сообщают 14 человек ранены 7 жилых домов пострадали от ударов беспилотников в деревне которая находится между краматорском и горловка если не ошибаюсь в донецкой области трое погибших это тоже все заявление местных властей которые не комментировала министерство обороны то есть опять же мы видим что среди гражданского населения по крайней мере по заявлению той стороны жертвы есть и вот это вчерашний пример жертвы среди гражданского населения есть в любом подобном крупном долгосрочном конфликте условно комментируя данное заявление я не видел конкретных материалов но что можно сказать во первых это к вопросу о целенаправленности во первых идет информационная кампания и необходимости накачки и поддержки как общественного мнения на территории украины так и среди западных стран это важная скажем так политика военная цель для руководства украины кроме того не стоит забывать о таких факторов что отдельные поражения скажем так гражданских объектов в приграничных областях при фронтовых областях украины связаны в том числе с падением собственно украинских ракет противовоздушной обороны ну как то вот так вот да ну просто как и в российском случае его работает тогда когда есть обстрел обстрел который ведет противник соответственно тут морализатор ства наверное будет излишним да то есть это неважно чья ракета упала как бы вопрос кто запустил я почему про пиво спрашивал потому что за последний месяц мы наблюдали две масштабные атаки по регионам россии а такими виду дронов беспилотников на этой неделе произошла атака 144 беспилотник удали аж по девяти ребенком россии и менее месяца назад 158 до рекордное количество дронов которое было и вот здесь вот как раз именно в подмосковье последний случай почему вызвал такой ажиотаж и резонанс потому что около 20 дронов ударили по подмосковью ну и понятно вот этот трагический случай в раменском где один человек как минимум погиб вот эти жертвы в данном случае ну это как сказать при таком количестве дронов запущенных как вы оцениваете работу пву условно говоря я оцениваю работу пву хорошо опять же собственно надо отметить что все наиболее современные и продвинутые серьезные комплексы противовоздушной обороны они создавались еще в последние скажем так десятилетия холодной войны под другие цели то есть скорее под те же самые storm shadow истребители и атакам с территория огромная которая вовлечена в данный конфликт очень разнообразная где леса и реки и складки местности и прикрыть все повторюсь невозможно если говорить например о целях подобных массированных атак то опять же ну участие продолжения украинской стороной в информационной кампании создание медийного эффекта и на западную аудиторию и в том числе а то есть это опять медийность это больше медийный эффект политически нет я еще перечисление не закончил воздействие на гражданское население на общество российской федерации но я думаю что одна из основных чисто военных целей это оттягивание российской пво для обеспечения прикрытия городов и промышленных объектов соответственно если пво стоит условно защищая москву данная система не стоит в приграничных областях не стоит на фронте не выполняет других необходимых задач вот это мне кажется наиболее значимая чистой военная задача которую решают подобными ударами вообще вот это вот 144 дрона 158 ну просто так посчитать конечно много но с точки зрения военные военных и выполнения именно военных задач и военных целей насколько это можно считать правда масштабной атакой я думаю что при поставленных как бы объектах и географическом охвате это конечно не масштабная атака на самом деле в масштабах того что задействуется на фронте насколько мне известно это тоже не очень масштабные на самом деле то есть количество задействованных украинской стороной в волнах беспилотников она растет и как бы 150 это уже не 10 и даже не 20 но в то же время как бы стратегических результатов достичь достичь этим невозможно напрямую кроме повторюсь отвлечения значительного числа российской пвона противодействие опять же почему именно сейчас вот за август сентябрь мы видим две самые масштабные атаки с начала военных действий почему именно сейчас это происходит как-то это связано с курском с курской области ситуация которая там развивается или нет вот как вы говорите если да что это отвлечение пво например от чего-то от чего отвлекает пво от защиты приграничных областей и от действия собственно на фронте почему именно сейчас хороший вопрос мы наблюдали как бы опять же если говорить про медийную составляющую мы наблюдали курскую операцию которая принесла украинской стороне сию минутный весьма значительный медийный эффект но этот медийный эффект исчерпался а чисто военный эффект оказался совершенно не столь значимым вместе с тем наступление и действия активной российских войск на донецком направлении они продолжаются и после легкого скажем так легкой оперативной паузы они интенсивность их восстановилась прежней силы соответственно условиях складывающейся обстановке украинской стороне необходимо вновь как бы поддержать моральный дух и своих войск и своего населения и показать западным спонсором что военный потенциал скажем так украины он развивается возможность по действиям расширяются и соответственно поддержать поток поддержки не дать ему ослабнуть на фоне как бы и действий российской стороны и посылаемых сигналов и например там предстоящих выборах в соединенных штатах на чем основывается заявление зеленского который опять же недалеко вчера сказал что ситуацию в курской области видим все идет по нашему украинскому плану это была цитата вот он именно так это произнес это иллюзии это опять же вот как вы говорите расчет расчетно-медийный эффект на ближайшие там встречи с разными западными лидерами или что или действительно у них есть какой-то козырь в рукаве про наличие козырей в рукаве я затрудняюсь говорить я не знаю устроить догадки не хочу но ему надо что-то говорить он соответственно что то нет если исходить из ситуации на поле боя вот которые сейчас развиваются именно про курс в прокурск про донецкое направление да вот про то как сейчас вот на фронте происходят события почему именно такие заявления делает зеленский ну то есть опять же на чем-то он основывается на ваш взгляд или нет ну реальных оперативных планов не сообщают в медийном пространстве поэтому как бы то на чем в действительности основывается военное планирование киева об этом знают собственно западные союзники активно участвующие в данном процессе и зачастую им руководящие и собственно военное и политическое руководство самой украины а подобные заявления основываясь на ситуации сложно сказать что все прямо идет по плану то есть все пусть медленно но идет я бы сказал для украинской стороны не по плану они могут дальше как-то попробовать после курской области но потому что на заявление да были что они будут закрепляться на занятых территориях получается это делать или нет непонятно но вот началось российское контрнаступление как писали несколько дней назад и группировка север это подтверждала могут ли они дальше уйти просто из курской области например белгородскую или в брянскую область но для начала им нужно уйти к суммам а вот могут конечно отступить и такой вариант на мой взгляд не исключен могут вцепиться и пытаться удерживать занятый плацдарм тогда мы возможно будем наблюдать что-то похожее на бахмут там но я думаю что со стратегической точки зрения при всех оговорках и необходимости как бы освободить данную территорию российской федерации сам по себе плацдарм в курской области не несет никаких стратегических выгод и никаких стратегических проблем ни для киева не для москвы и как бы решающее значение имеет во-первых вся ситуация в комплексе ну и события конечно на донецком направлении могут ли быть новые провокации какие-то массированные или ограниченные с украинской стороны в других областях да могут и например в белгородской небольшой рейд если я не ошибаюсь несколько недель назад был но там краснояружский район постоянно под под угрозой находится но как такового пока что вот именно захода туда насколько я понимаю не было не было масштаб столь масштабного не было почему высу при при условии что мы видим на ситуацию на донецком направлении как вы сами говорите продолжают оставаться в курской области такой по инерции действия или все-таки они преследуют какую-то там цель по-прежнему видя что ситуация условно говоря на территории самой украины она не меняется у меня нету ни полных оперативных планов обеих сторон не ну как и силе и же формации какие-то реальные соображения несомненно у них могут быть в том числе закрепиться на территории и все-таки попробовать отвлечь на курское направление значительную часть российских сил снизить нагрузку скажем так на высу на донецком направлении это все возможно но как лично я могу наблюдать скорее пока этого не происходит история с курской аэс насколько в этом смысле важно и насколько курская с была целью для украинских военных ну обострить наверное ситуацию там сделать аналог запорожская с для того чтобы дальше был какой-то предмет для разговора или это и не основная цель и вообще в принципе ее они не ставили я сомневаюсь что это было в числе основных целей опять же учитывая тот плацдарм который в итоге высу был занят и расстояние скажем от этого плацдарма до курска с она показывает что данный план даже если был он был нереализуемым но создать угрозу создать так сказать нервирующую тревожную обстановку отвлечь ресурсы прежде всего военного планирования и военного управления а потом и собственно отвлечь войска с донецкого направления для оккупирования подобные угрозы вполне реалистично но помните была история с задержанием якобы военнопленного в ссу который говорил что целью было вот именно дойти там и до курска и в белгород принципе зайти тоже вот это насколько реалистичные еще планы ну достоверно оценивать и тем более основывать анализ на показаниях отдельных военнопленных рядового или младшего командного состава это дело достаточно неблагодарное он мог сказать в принципе все что угодно кроме того опять же цели которые доводятся до рядовых и цели которые есть реальные зачастую это абсолютно разные вещи про ситуацию на донецком направлении давайте тогда подробнее чуть-чуть поговорим какая сейчас там обстановка и какие опять же задачи преследуют российские военные тактически или стратегически или потому что постоянно в сводках мы слышим определенное количество населенных пунктов насколько вот реально продвижение сейчас идет российских войск и что именно они ставят вот главной основной целью ну что они ставят основной главной целью мне не докладывают но если порассуждать то на фоне того что мы наблюдали как бы и в прошлом году в рамках небезызвестного украинского контрнаступа и вообще в рамках конфликта продвижения сейчас достаточно существенное но опять же по меркам крупных маневренных операций прошлого конечно все идет весьма медленно что хотелось бы отметить занятие конкретной территории при том что цели освобождения конституционные территории российской федерации является основной его одной из основных и наиболее значимых в военном плане само по себе освобождение там тех или иных территорий нельзя переоценивать сейчас идет по сути ну если упрощать война на истощение главной целью задачи является уничтожение собственно украинского военного потенциала уничтожение специалистов уничтожение военной техники разрушение систем управления и это такая долгосрочная задача и с тем чтобы ее успешно решать российской стороне нужно поддерживать инициативу ввести одно или два поступательных наступлений которые сами по себе могут быть тактическими или в лучшем случае оперативно значимыми и прощупывать что мы наблюдаем после некоторые повторюсь паузы в августе на фоне курска и не только на фоне курска эта пауза случилась я бы думаю в любом случае то есть россия она наступает на одном или двух основных направлениях при этом периодически прощупывает скажем так возможности украинской стороны на других соответственно это цели целью является раздергать военное управление украинской стороны заставить задействовать резервы с других плацдармов и в случае если какие-то плацдармы в данной в данной ситуации не задействованы ослабляются то можно нанести более интенсивные удары там что сейчас происходит под покровском и почему это такое важное такой важный населенный пункт потому что именно вот про него говорят что с украинской стороны что с российской на протяжении ну как минимум последних нескольких недель сам по себе покровск он является важным логистическим центром для всей системы украинской обороны но этот факт мы слышим зачастую в сми сейчас каждый конкретный объект сам по себе не несет и не играет какой-то стратегической роли и внимание к тем или иным объектам она связана с повторюсь медийной информационной кампании то есть несомненно какие-то объекты более значимы какие-то менее значимы и покровск сам по себе играет существенную роль но его взятие или невзятие не приведет к стратегическим эффектам как не перевели к стратегическим эффектам какие-то отдельные успешные операции российской или украинской стороны а для чего тогда вот эти ожесточенные бои происходят от как многие задавались вопросом для чего нужен бахман для чего нужен там угледар солидар и прочее когда одни обороняются очень долго другие очень долго пытаются взять если стратегически этот этот населенный пункт вот как вы говорите но не имеет значения тогда зачем ну как зачем опять же понимаю что вопрос может быть абсолютно наивный но с точки зрения обывателя действительно как бы хочется понимать а почему и для чего нет вопрос справедливый и говорить надо я повторюсь к если рассматривать данный конфликт как долгосрочный интенсивный и конфликт по сути на истощение то задача для российской стороны это уничтожение военного потенциала военной системы украины и это как бы касается и военной техники личного состава так и условно созданных линии обороны воли населения к сопротивлению прежде всего если мы посмотрим на прошлогодний контур наступ то его очевидной задачей для киева было прорвать российские линии обороны выйти к морю и условно ликвидировать сухопутный мост в крым соответственно как бы это не получилось весь контрнаступ выродился в бои за работе но где украинская наступательная мощно на летнюю кампанию прошлого года была уничтожена сейчас российская сторона она насколько я могу судить не ставит перед собой столь амбициозных задач которые ставил перед собой киев в прошлом году именно перевести условно позиционную войну в условно маневренную то есть прорвать фронт начать какие-то крупные окружения развалить всю линию украинской обороны сейчас задачи на местах чисто боевых действий они тактически значимы и оперативно значимы но они все в совокупности складываются в общую задумку а именно разрушение военного потенциала украины и слома воли политической и гражданского общества к сопротивлению какие еще успехи в именно на донецком направлении может быть на других направлениях вы можете отметить отметить какие выводы сделал в этом смысле наверно российское командование и опять же интересно почему имея как бы операцию в курской области не стали вот то есть не пошли на этот шаг и не стали перебрасывать или останавливать вот это наступление как вы говорили да и всеми силами пытаться избавиться от противника на территориях собственно уже вот непосредственно россии ну получается то есть сил хватает или силу в целом всегда могло бы быть больше но можно отметить что в данный момент для текущего конфликта сил наверное в целом хватает про курс к повторюсь те силы которые были украины задействованы тот плацдарм который был снят он не создает какой-то стратегической угрозы и опять же после первых дней уверенного движения данный плацдарм был скажем так ограничен наступление прекратилось и кризис если можно так выразиться локальные был купирован подождите хорошо понимаю но есть же условно говоря заседание вот это совбеза на котором путин сказал в кратчайшие сроки выдворить противника с территории россии это было еще в начале августа через несколько дней там после начала контрнаступления через несколько дней после начала операции в курской области в ссу операции это длится уже на протяжении месяца на протяжении месяца на территории россии непосредственно ведутся боевые действия можно рассуждать до стратегические они там в ссу не добились никаких успехов но они добиваются успеха они находятся на территории россии непосредственно Разве нет? Нет задачи их выбрать? Факты нахождения на территории России нельзя назвать военным или политическим существенным успехом. Поставленная задача, она как бы решается, и это мы наблюдаем последние несколько дней. Но опять же, в масштабах текущего конфликта месяц это достаточно малый срок. И опять же, если я не ошибаюсь, Владимир Владимирович, он примерно в том же выступлении или несколькими днями позже в аналогичном, он прокомментировал, что основное направление это Донецкое. И там сосредоточены наиболее боеспособные украинские... Я боюсь, жители Курской области вряд ли сильно обрадуются вашим словам. Возможно, но как бы надо смотреть на любую ситуацию в комплексе. И нужно понимать, что Россия это не только Курская область. Безопасность Курской области это не только ликвидация конкретного плацдарма. То же самое можно сказать и про Белгородскую область, и про Крым. И когда идет крупный масштабный конфликт, невозможно сосредотачивать внимание на решении, пусть и важных, но все-таки тактических и стратегически самих по себе незначимых задач. Что будет раньше? Выход ВСУ из Курской области или какое-то значительное стратегическое преимущество российских войск на Донецком направлении? То есть что должно случиться, чтобы то или иное произошло? Вот так, наверное, скажу. Ну, что случится раньше, я не предсказатель и судить не берусь. Может случиться либо то, либо другое. Я здесь спрашиваю с той точки зрения, что если вот все рассуждают, что значит Курская операция ВСУ нужна была для того, чтобы приостановить или остановить, замедлить наступление российских войск на Донецком направлении, то что должны опять же сделать, не знаю, украинские военные должны сделать для того, чтобы это наступление на Донецком направлении закончилось? Или напротив, что должны сделать российские военные для того, чтобы Украина все-таки вывела существующие силы с территории Курской области, перенаправив их опять же на то же самое Донецкое направление и на оборону этого самого Донецкого направления? Ну, тут возможны разные варианты. Если говорить про российскую сторону, то можно либо создать невыносимые условия для украинского контингента на Курском плацдарме, либо же создать критическую ситуацию для того же Покровска, Углидара или еще отдельных наиболее значимых узлов Донецкого фронта. Если говорить про украинскую сторону, то они, очевидно, рассчитывают на получение новой, все новые и новые поддержки со стороны Запада, на пополнение контингента, в том числе за счет наемников и мобилизованных, и будут ли они цепляться до конца за Курский плацдарм, или все-таки выведут оттуда самостоятельно контингент, я не берусь гадать. Для России вопрос ресурсов не стоит. То есть, ну, просто по вашим словам, вы несколько раз повторяли, что Украина рассчитывает на дополнительную поддержку со стороны Запада. Справедливое утверждение, судя по тому, что они ее действительно постоянно просят, и они ее в том или ином виде получают. Россия в этом смысле не только вооружением, я имею в виду людским ресурсом обладает достаточным. Ну, давайте посмотрим, что называется на пальцах. Первое, что хотелось бы отметить, что военные потенциалы Украины, самой по себе и России, демографические, военные и промышленные, несопоставимы. Текущие программы развертывания западного оборонно-промышленного комплекса идут, и тут нельзя себе строить иллюзии. Они идут, они развиваются, но медленнее, чем того хотелось бы западным столицам, и уж тем более Киеву. Но вместе с тем, говоря о ресурсах, ресурсы всегда ограничены. И я бы, наверное, это, опять же, мое личное мнение, моя позиция, сравнивать достаточность или недостаточность российских ресурсов нужно не с украинскими ресурсами, и даже не с западными ресурсами. Российских ресурсов хватит. Их нужно сравнивать и затрачиваемые российской экономикой, российским населением, государством ресурсы. Их нужно сопоставлять с задачами развития, долгосрочными Российской Федерации, и оценивать, соответственно, в данном плане. Потому что... Мобилизация нужна? Мобилизация? Ну, вот как была частичная мобилизация, для того, чтобы все-таки решить вопрос в Курской области, мобилизация нужна будет или нет? Мобилизация, опять же, что вы под этим подразумеваете? Если призыв на воинскую службу по мобилизации, там, не знаю, еще какого-то контингента, я думаю, пока нет. Такой необходимости не наблюдается. Но, опять же, понятие мобилизация, оно шире. И лично я сказал бы, что необходимо, скажем так, наращивание усилий. То есть, без мобилизации с российской стороны необходимо нарастить усилия для того, чтобы данный конфликт разрешить в пользу России в обозримом, достаточно коротком времени. При этом, как бы, надо понимать, что на Украине Россия, скорее всего, не может, не готова и не должна идти на компромиссы. Но компромиссы возможны западными столицами относительно опосредованного конфликта России и Запада. В то же время, как бы, вот, конфликт на Украине необходимо и крайне желательно завершить в ближайший год-два, скажем так, в то время, как конкуренция, противостояние Западом, не обязательно конфликт, это значительно более долгосрочная перспектива. И он автоматически не закончится ни в коем случае с прекращением операции на Украине. Ну, вот, смотрите, вы говорите про конфликт с Западом, да, и, опять же, если возвращаться к вот этому решению США и Великобритании, разрешить или не разрешить бить по территории России дальнобойным оружием НАТО, Владимир Путин отреагировал, сказал, что, ну, это будет тогда означать вмешательство стран НАТО в войну, условно говоря, и Россия ответит, должна будет ответить должным образом. О каком ответе идет речь? Ну, о каком конкретно ответе идет речь, на этом может ответить только высшее военно-политическое руководство страны. На ваш взгляд, что может быть красиво? Россия может и должна при определенных условиях поднимать, скажем так, планку эскалации со своей стороны. Мы наблюдаем со стороны Запада, повторюсь, с одной стороны достаточно осторожную и контролируемую, но с другой стороны последовательную и в конечном итоге весьма и весьма угрожающую и национальной безопасности России, и международной безопасности в целом эскалацию. Соответственно, она не может оставаться без ответа. И меры со стороны России могут быть самыми разными и весьма далеко идущими. Далеко идущие вы о чем говорите? Ну, в том числе над расширением, географическим или функциональным расширением конфликта в том числе. Расширением в какую сторону? На Запад. То есть дальше Украина и Украина не ограничатся, соответственно. Ну, все зависит от тех угроз национальной безопасности России, которые будут создаваться действиями Запада. Мне кажется, что это замкнутый круг какой-то России. Чем дальше вступает или входит в этот конфликт, тем больше, естественно, реакция, противодействие, условно говоря, со стороны западных стран. Ну, это... То есть это не решение как будто бы проблемы, это ее затягивание и усиление, разве нет? Нет. Вот говорят много про тактическое ядерное оружие. Вы как на это смотрите? Это может быть в планах Москвы, условно говоря, когда идет речь об ответе, собственно, о повышении ставок? Что именно может быть? Применение тактического ядерного оружия, о котором говорят те или иные, ну, скажем так, давайте эксперты. Пока что в конечном итоге при определенных условиях исключать этого нельзя. А вы на это как смотрите? С какой точки зрения? Ну, вот для вас это вообще... Насколько это оправдано, неоправдано, страшно, не страшно? И вообще, вот если так посмотреть, что в 62-м году, в 62-м году попробовали все-таки как-то избежать применения ядерного оружия, а сейчас снова риторика появляется, и, в принципе, чем дальше, тем больше для многих это уже не является чем-то очень страшным. Ну, это, несомненно, страшно, но, смотрите, во-первых, как бы 60-ми годами это не ограничивалось. В 80-е годы, в начале 80-х ситуация была ничуть не лучше, а на самом деле гораздо более тревожной местами. Ядерное оружие – это очень интересный вопрос, над которым десятилетиями бьются самые разные умы по обе стороны океана, строятся самые разные теории, и при этом есть такая, скажем так, основная дилемма. Никто не хочет применять ядерное оружие, но его необходимо использовать для обеспечения... Ядерное сдерживание необходимо использовать для обеспечения национальных интересов, национальной безопасности. Чтобы оно использовалось, это ядерное сдерживание, оно должно быть достоверным. Достоверность ядерного сдерживания опирается на понимание противникам готовности своего оппонента применить в тех или иных условиях ядерное оружие. Если этой достоверности, восприятия готовности применить ядерное оружие нет, то ядерное сдерживание не работает. Так вам не кажется, что эти разговоры о красных линиях, которые постоянно слышны, в том числе из Кремля, это как раз не соответствует вашим словам о готовности. То есть не выглядит так, что кто-то действительно готов это применить. Потому что если мы говорим о вовлеченности стран НАТО, условно говоря, в конфликт, ну, понятное дело, поставки. Недавняя история, вот мы с вами говорили сейчас о беспилотниках, которые запускают. И сейчас вот беспилотники на этой неделе прилетели в Мурманск. И по сообщениям некоторых телеграм-каналов прилетели они якобы из Норвегии. Опять же, Миноборона это не комментировала. Да и вчера буквально снова закрывали аэропорты Апатитов, Мурманска. Это никто в беспилотниках не сообщал, кроме телеграм-каналов. Но получается, мы можем сделать вывод, что как бы что-то там снова произошло, о чем все снова молчат. А кто-то пишет, что это было с территории Норвегии. То есть почему молчат в данном случае? Потому что отвечать в таком случае придется или почему? Ну, смотрите, про территорию Норвегии или Финляндии были аналогичные сюжеты еще раньше про прилеты беспилотников из Прибалтики. У меня нет информации, я не берусь судить, как бы так это или не так. Ну, то есть пока вот эксперты, военные эксперты, вы не понимаете, откуда эти беспилотники летят, откуда их запускают? А это на самом деле не важно. Очевидно, с самого начала конфликта прямая активная вовлеченность целого ряда западных стран. Военное планирование в пользу Украины. Ну, поставки вооружения и финансовой помощи, это всем известно. Предоставление разведывательных данных в режиме реального времени, задействование наемников. Это все есть и это все постепенно интенсифицируется. И Россия, в свою очередь, она тоже несколько наращивает, скажем так, эскалацию, но делает это достаточно сдержанно. И на мой взгляд, Россия может эскалировать гораздо больше. И, опять же, вспомним ситуацию 21-22 годов. Россия посылала сигналы, Россия призывала Запад и Соединенные Штаты Америки учесть в своей обеспокоенности. А потом Россия начала специальную военную операцию. Долго запрягаем, но потом быстро едем. То есть, опять же, вот эти вот все дискуссии в исторических масштабах, это не так много. Мягкая, достаточно эскалационная политика России в данный момент, она не должна вводить Запад в заблуждение. Применять ядерное оружие или что-то подобное никто не планирует в том плане, что никто к этому не стремится. Но если будет необходимо, то в какой-то момент наши западные, скажем так, визавии, они могут столкнуться с весьма нехорошими для себя последствиями. И путь, к которому мы потенциально, мы, я имею в виду, планеты, человечество, можем прийти, он достаточно, может быть, депрессивным и печальным. У нас с вами буквально минута осталась. Собственно, такой, опять же, вопрос, наверное, надо подумать, поразмышлять. Вот вчера кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Диуэнс упомянул про мирный план Дональда Трампа, разрешение ситуации в Украине. Ну, по сути, там дело ограничивается просто, что вот какие линии сейчас есть, там все встают, создается демилитаризованная зона, Украине обеспечивается суверенитет, Россия не вступление Украины в какой-либо блоковый союз. На ваш взгляд, насколько подобное предложение реализуемо и какие коррективы нужно внести для того, чтобы этот конфликт, если не разрешился глобально, потому что, скорее всего, его на протяжении еще многих десятилетий разрешить не получится, но заморозился и приостановился. Заморозка данного конфликта, на мой взгляд, абсолютно неприемлема для Российской Федерации. Это не решит ни одной из проблем, стоящих перед Российской Федерацией, и только усложнит и отсрочит итоговое разрешение. То, что сейчас озвучивают в заявлениях, особенно ориентированных на внутреннюю американскую аудиторию, кандидаты, их помощники, члены их команд, не стоит воспринимать слишком серьезно. Если будут реальные переговоры по путям разрешения конфликта, то они будут вестись достаточно долго, достаточно широким кругом дипломатов и военных, и условия для украинской стороны будут гораздо менее, скажем так, мягкими. Прохор, спасибо. Директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУВШЕ Прохор Тебин был гостем программы «Что это было?». Меня зовут Юрий Кукин. Еще больше новостей на YouTube и Telegram-каналах RTVI. Ну и что бы это ни было, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова